Добрый вечер, уважаемые! Коллеги, сопременники, соотечественники. Стала добрая традиция презентовать эти книги, художественную литературу, историческую книги. Поэтому мы помним, некоторые помним, как Махмут Аркадьевич Гареев сидел по столам, презентовали его книгу, но ее, к сожалению, уже нет. Так вот, истории, фотографии остались, фильмы остались, но он остался, как и в большомстве. И ряд других, Никим Шаид же здесь презентовал книгу, если помните. А сегодня очередная презентация, очень интересная работа. Это настольная книга для будущих дипломатов, наверное, для историков. Значит, книга Олега Борисовича Лозерова, профессионального посла, дипломата, посла по самому вручению, о жизни и работе нашего сопременника Карима Акимова. И сегодня человек, который сделал огромную работу именно в интересах нашего Советского Союза, в интересах вообще сближения отношений с арабским миром. И, наверное, он себе не представлял тот период, что его соплеменник, президент Республики Тарстана, Александр Владимирович Гареев, по поручению президента России, будет возглавлять группу стратегического видения «Россий-Исламский мир». Эта традиция как-то не продолжается. Свидетель, какой прием был президент Республики Саудской Аравии, когда лично король уделил огромное внимание. И фактически, я думаю, эта династия королевских тоже помнит, что такой-то татарин, перед Башкирином, мы не говорим национальность, наш соплеменник оставил огромный след в истории этих стран. В рамках столетия татарской республики, а в создательных ТАИСР, посетили кладбище и разложили цветы, где место захоронения, будем сказать, общее братское захоронение. Книга прошла уже первую презентацию из Татарской Аравии, и очень такие хорошие отклики. Значит, мы, ребят, тоже определенное количество книг приобрели, слава богу, успели, что 50. Эта книга будет урозвана в Татарстане тоже, я уже ректор февралного университета, в Москвине, все они там тоже получат эту работу. Поэтому мы сегодня работу, наверное, построим так, сначала продоставим слово автору, потому что некоторые, к сожалению, мы не успели ознакомиться, поэтому автор больше скажет. Потом слово продоставим, в ряд наших коллег, которые выступят. Потом, ну, работаем сейчас, например, да? Добрый вечер, Гаврий Калимович, я, Добрый вечер, Гаврий Баракшевич, Бакан Хабрат, и, дорогие друзья, потому что всех я не перечислю, большинство здесь собравшихся и меня хорошо знают, и я их знаю. Сегодня и большое представительство со стороны Министерства иностранных дел, и Департамента внешнеполитического планирования, и других департаментов, и многие, много моих товарищей, друзей в министерстве, здесь и уважаемые послы, которые также, как и до меня, работали в исламском мире, и поэтому, конечно, работал в Рузвикистане, послом Андрея Глебович Бахланов, был с 2000 по 2005 год послом России в Саудовской Аравии. Была такая у нас традиция, что послы после его длительного перерыва, после гибели Карима Хакимова, работали по пять лет, начиная с Геннадия Павловича Тарасова. И я первый посол, который превысил этот срок и приблизился фактически к тому сроку, который провел Карим Городович Хакимов в Саудовской Аравии. Я думаю, что это тоже один из таких моментов, которые сближают длительное пребывание в Саудовской Аравии, оно заставляет задуматься об истории. И, конечно, по написанию этой книги меня побудило пребывание именно в Саудовской Аравии и попытки понять, как получилось так, что у нас так успешно развивались отношения. И потом наступил перерыв на 52 года. И через 53 года у нас открылось посольство. И, конечно же, по неволе, когда начинаешь углубляться в историю, фигура Карима Городовича Хакимова, она, безусловно, встает в центре этих взаимоотношений между Россией и Саудовской Аравией того периода. И сегодня мы можем сказать, как правильно сказал Иероний Каримович, тут нет смысла делить по национальному признаку, потому что гордиться Каримовым Хакимовым тем, что он сделал, может, и в Ашкирии, где он родился, и Татарстан, поскольку он сам себя называл Татарином. И в то же время, я думаю, что вся страна это национальный герой и для русских людей, и для меня тоже, потому что он сделал большое общегосударственное дело, которое живет до сих пор, и он достоин и книг, и памяти, и честований, и того, что в этом году мы отмечаем его 130-летие. Это первое, что я хотел бы сказать. Второе, у нас, вы знаете, нет официальной истории, такая вот специфика у нас, у нас всегда была официальная история, при целях было, на советской власти, а сейчас нет официальной истории. Тогда, что считать настоящей историей? К чему нам идти? Этот вопрос стоял тоже передо мной, с учетом того, обилия исторической и псевдоисторической литературы, которая появилась у нас за последние годы. И ответ мой, он очень простой. Писать нужно на языке правды. И от этого мы не будем меньше гордиться своей историей, мы будем ей гордиться больше. А лучше понимать те трагические страницы, которые в ней были, и пытаться их не повторять. Хотя, к сожалению, это не всегда получается. И те, кто не учит историю и не знает ее, обречены на повторение вот тех уроков истории, которые не были выучены. Их надо учить, историю надо знать. И, конечно же, я думаю, что вот история жизни Карима Хакимова, она исключительно поучительна и как жизнь потрясающего, выдающегося совершенно дипломата, человека, из низов, поднявшегося вершинам мировой политики и как свидетельство или отражение зеркала тех исторических процессов, которые происходили в досоветской, советской России. И очень многое, как мне представляется, мы из этой истории можем подчеркнуть для сегодняшнего дня. Мне кажется, тот бесценный опыт, который был наработан Георгием Васильевичем Чечерином и Хакимовым в тот период, они работали в тесном тандеме и тогда, в отличие от сегодняшнего дня, сейчас это уже редкость, а тогда норма, потому что послов было очень мало, и шла прямая переписка наркомин дел, по нынешнему министра, с послами. И в архивах это все есть, и практически прямые шли указания от наркомин дел в адрес Карима Хакимова, и они были соучастниками, сотворцами политики, которая реализовывалась на Ближнем Востоке, в исламском мире, и, конечно, вот те творческие наработки, которые тогда были найдены, ими, они актуальны до сих пор, прежде всего, в части наших взаимоотношений с исламским миром. И тут, я думаю, что поле для работы у нас огромное, вот, и вместе с Фалидом Баракшевичем в рамках группы стратегического видения России, исламский мир, и я думаю, что образ Карима Хакимова, истории его жизни, они будут еще работать на наши взаимоотношения и с исламским миром, и с Саудовской Аравией. Не ссылаясь на источники, скажу, что совсем недавно, когда вот у нас в очередной раз покачнулись наши отношения, один из видных членов саудовской семьи подумал, сказал такую фразу своим собеседникам, которые приехали к нему. Вы знаете, наверное, Карим Хакимов это сегодня единственная ниточка, которая нас связывает. И уже это одно говорит о том, что Карим Хакимов жив, он с нами, он здесь. Почему? Потому что то, что он сделал, я оцениваю его действия как подвиг, я оцениваю действия как высокопрофессиональные, и когда это было сделано абсолютно бескорыстно, абсолютно в интересах общих, в интересах страны, в интересах дела, все это остается в истории. Это остается с нами, и это тот багаж и капитал, который, я думаю, мы будем еще не раз, к которому мы не раз еще будем в нашей жизни обращаться. И я думаю, что, так сказать, я и в ведущей презентации это говорил, и сейчас могу повторить, мы не так уж бережно относимся к своей истории про Лоуренса Аравейского, написано семь биографий, они все доступны, можете открыть в интернете, все можно купить сегодня, те, которые были написаны еще в 30-е годы, они сегодня доступны, эти биографии, а мы, так сказать, одну смогли написать, поэтому, я думаю, что нам нужно больше размышлять об истории, больше думать о тех событиях, искать какие-то параллели и аналогии, кстати, в исламе это один из главных принципов по аналогии и по аналогии, и в Коране он есть, и в Тавсир, Тавсир и Хадисов. Я думаю, что здесь очень много пищи для размышлений о нашем с вами соотечественнике в широком смысле этого слова, которым, я думаю, может гордиться наша страна, я думаю, что и саудовцы могут гордиться, потому что в не меньшей степени, чем для России, он сделан для Саудовской Аравии, обеспечив ее признание со стороны Советского Союза и тем самым запустит процесс международного признания этой страны, когда она только-только, что называется, вылупалась. Поэтому мне кажется, что эта книга актуальна, она актуальна также, это я еще два слова добавлю в заключение, чтобы не отбирать много времени у других выступающих, она актуальна и с точки зрения изучения процессов межнациональных отношений, потому что сегодня это один из серьезнейших вопросов и для нашей страны, и знание того, как развивались эти межнациональные отношения и политика государства в их отношении в 20-е и 30-е годы, сегодня это не просто актуально, а мне кажется, сверх актуальна, потому что там, если покопаться, можно найти некоторые ответы на то, как нужно делать и как не нужно делать. Естественно, каждый находит свои ответы, но мне кажется, что вот эти процессы в межнациональных отношениях и вообще способы решения национального вопроса, то, чем занимался Карим Хакимов очень плотно, потому что он был, до того, как он стал дипломатом, он был еще госстроителем, госстроителем и в Советской России, и потом в Туркестане, работая по следам в Бухаре. Я думаю, что очень многое из того, что делалось тогда, мы должны переосмыслить, безусловно, никаких повторов прямых не может быть, но переосмыслить и попытаться взглянуть на эти события с высоты прошедшего века и начав искать ответы на вызовы современности. Спасибо. Спасибо. Как сначала, наверное, ряд товарищей коллег выступят, потом вопросы автору, так интересно будет, да? Или сразу вопросы, или сначала на путь? С вами романа Восемь хочу предоставить слово Карибу Баракшевичу Пуханышину, члену Совета Федерации, заместитель, председатель группы «Строэтические видения Россий-Славский мир». Спасибо большое. Пусть замечательный полномочий послу. Спасибо. Уважаемый Владимир Галимович, дорогие друзья, рад многих видеть, давно не встречались, в таких местах так много было в последнее время, и я не смог участвовать. Но, как только узнал, что такое состоится, я с большим удовольствием принял приглашение Владимировича и Олега Бориса следующее быть среди вас. Я хотел бы, как человек, имеющий отношение к дипломатии российской, современной, да, и, может быть, к книжной продукции, как доктор наук, хотел бы оценить, очень высоко работу Олега Борисовича, в данную книгу. Почему? Он уже говорил о том, что вот этот вот предвоенный период по-нашему, в те годы, когда устанавливались молодой советской властью свои депоотношения многими государствами, на Ближнем и Среднем Востоке это было единственное яркое пятно, которое позволило вписать яркие страницы как раз истории нашей страны в отношении странами Арабского Востока. В данном случае не случайно мы на заседании ноября прошлого года нашей группы в Башкортостане в Уфе обратили на это внимание и в рамках заседания было специальное мероприятие посвященное насчет Хакимову Каримову и мы посетили дуробергными нашими участниками Мадресе, где он учился. И там сегодня установлена памятная доска говорящая о том, что какие годы он там учился и мы посетили учебный процесс и поняли для себя, что многие студенты Мадресе сегодняшнее из своей истории неплохо знают о том, что того человек учился и для них это является примером. И на самом заседании во многих поступлениях, в том числе выступления Олега Борисовича, было обращено внимание на прекрасный исторический момент в нашей жизни. Ну и когда мы видеоконференции 30 июня опять с участием Олега Борисовича проводили международную конференцию, посвященную 15-летию нахождения Российской Федерации в составе Организации Исламовского Сотрудника в качестве наблюдателя, там много добрых слов высказано не только в адрес Акимова как исторической личности, но в адресе Олега Борисовича как человека, который в течение нескольких лет занимался и посвятил свой труд как раз в истории дипломатии. И в этом плане выступление на этой конференции наверное было и ключевым, в том числе и для саудской стороны я хочу поддержать вашу мысль, потому что и выступление генерального секретаря ОС и других международных участников очень тепло говорилось в отношении Российской Федерации сегодняшнего руководителя нашего президента президента Татарстана нашего руководителя группы Штана Моргалевича и казалось вот как бы ну личность Хакимова она как бы проскакивала красной нитью замечалась в наших выступлениях что отношение между странами Востока сегодня Российской Федерации базируется на тех выработанных десятилетиями нашей истории с точки уничтожения будущего потому что сегодня создатели нашей группы Нитимиш Алитош и Евгений Максимов Примаков в этих числе первое время был и писатель Айтматов это люди в предвиде все это необходимость восстановления отношений на таком общественном на эффектуальном уровне страны Востока нам нужно было такие яркие личности как допустим образ Хакима Каримова мы сегодня отмечая много раз говоря о нем о его на счет жизнедеятельности как раз сравниваем себя насколько мы готовы привести себя жертву как он принес свое время незаслуженно к сожалению потом был реабилитирован это говорит о том что дипломатия российская и советская она значит имеет и такие и такие и такие стороны завершаем короткое свое выступление я хотел бы поблагодарить Раюль Пельмурч то что он остро одержит такие события в сфере деятельности полтрецкого мы с большим удовольствием приходим на такие мероприятия в данном случае то хорошее которое традиционно хорошее которое докладывается руководством Тавстана о поддержке международных связей укреплении межрегиональных связей с зарубежными странами оно и в яркой линии идет в группе противопископедения российской славынской в данном случае не могу не сказать что появление таких книг о деятельности группы напрямую связано с инициативой нашего президента Владимира Путина когда он еще 15 лет тому назад выступая в Малайзии ярко обрисовал значительную роль ислама для Российской Федерации как одно из таких базовых стоек нашего государства поэтому многолетняя наша история многовековая история нашей страны как мы отметили в ноябре в Уфе межнациональное межрелигиозное оно выкованно с трудом таких многих таких людей нашего государства как Хакимов как Каримов Хакимов потому что сегодня наверное в истории мировой истории нет другого государства как нашей России где многорелигиозность многоконфессиональность она является основой нашего государства у нас никогда не было ни межрелигиозных ни межнациональных крупных каких-то конфликтов связанных с развитием нашего государства поэтому и многие вещи которые мы сегодня и пишем и говорим и проводим в жизни связаны как раз с историей нашего государства в этой связи спасибо многим людям которые помогают и в Уфе и в Казани презентации таких книг продвижения насчет идей которые очень важны сегодня для молодого поколения я и в Уфе сказал это учебник для молодых дипломатов которые дают им яркий пример таким нужно быть человеком в первую очередь патриотом в свое государство чтобы выполнять предстоящие перед ними задачи спасибо спасибо вторым удовольствием Руслан Хадрат вам слово за Гахмад Руслан Хадрат представляет я думаю мест извечен главный московской области и зам заместителем нашего шляха Радьбы Галинзил первый спасибо уважаемый Раиль Калимулыч уважаемый Олег Борисович мне посчастливилось прочитать этот труд Олег Борисович мне передал с большим удовольствием прочитал на самом деле потому что для меня тоже Карим Хакимов как человек который занимается международными делами вы знаете если мы религиозным деятелем ведем такую духовную дипломатию то безусловно наши уважаемые дипломаты профессионалы уже ведут такую дипломатию государственного масштаба у нас все-таки она более такая народная форма дипломатии и вот что я для себя подчеркнул как уже было сказано Карим Хакимов учился в матресе и кстати жил в такой период когда были споры между двумя такими школами академизма и джедедизма и в свою очередь на основе всех тех знаний которые он получил своих навыков и способностей конечно смог наверное воплотить как раз вот эти две составляющие и государственную дипломатию которым нужно было ну и как человек который является мусульманином который учился в матресе как раз я думаю успех наверное его работы в Саугусской Аралии позволил как раз некую духовную дипломатию применить потому что мы в истории видим сколько он тесно общался с семьей королевской семьей и соответственно это позволило укреплять вот эти двусторонние связи уже о чем Олег Борисович сказал на самом деле он заложил вот этот впрочный фундамент который сейчас и руководство Саугусской Аралии весьма целен поэтому на самом деле очень интересный труд и здесь очень много таких страничек и я хочу поблагодарить Олега Борисовича за то что он именно смог можно сказать когда читаешь эту книгу погружаешься в атмосферу вот этих может быть где-то противостояния между разными школами той атмосферы в котором безусловно он находился и через все эти жизненные этапы которые он проходил он вот смог стать таким дипломатом с большой буквы и совмещать как духовную дипломатику так народную можно сказать ну и самое главное как государственный деятель естественно он оставил уже интересы нашей страны о чем было сказано как настоящий патриот поэтому я думаю что этот труд как было сказано будет полезен не только дипломатом но наверное сегодня и нашим религиозным деятелем потому что мы все равно ведем так называемую духовную народную дипломатию и тесно взаимодействуем стараемся помогать нашему государству в укреплении развития наших международных отношений с странами арабо-исламством мира и я думаю что опыт как раз Карима Хакимова для нас тоже будет очень полезен и как мы уже предварительно говорили с Александром Борисовичем я думаю что такую презентацию можно будет организовать в стенах Московской соборной мечети с приглашением наших имамов лидиозных деятелей студентов которые дальше будут посвящать свое служение свою работу именно этим целом поэтому хочу поблагодарить мне очень понравилось большое новость прочитал спасибо так интересное усовершенение наших профессиональных военных у нас Баранов генерал-полковник как раз он у нас является руководителем генеральского клуба предбор пресса командующий на северно-кавказском регионе был спасибо Олег Борисович сегодняшняя книга которую вы презентовали нам я скажу это величайшее событие в истории не только наверное взаимоотношений между нами и Саудовской Аравией Йеменом вот а это и для нашей страны большое имеет значение почему потому что исламский мир сегодня это один из самых больших и самых влиятельных миров в мире и если мы сегодня не будем учитывать те традиции которые были заложены нашими предшественниками и не будем работать в этом направлении ведь вы посмотрите какие параллели у нас прослеживаются молодая Россия там молодая Россия сегодня ну 30 лет это не возраст для истории по большому счету и ведь вот эти вот направления которые тогда Карим Хакимов отрабатывал нарабатывал притворял в жизнь они по всей вероятности и не по всей вероятности они сегодня нужны дипломатии не только Саудовской Аравии и с другими исламскими странами потому что здесь мы видим параллели мы вот в институте военной истории я доктор исторических наук так меня попрошу вот в институте военной истории 12 лет тому назад издали большой хороший труд исламизм геополитической истории России и там тоже разбирали вот эти все отношения я скажу что вот я одним из руководителей этого как раз труда был мы не знали многих вот вопросов которые вы сегодня подняли в этой книге и вот работая дальше над 12 томником история великой отечественной войны которая 5 лет тому назад вышла у нас ну она как-то получилось так всего 12 то есть 10 тысяч экземпляров и они пошли по библиотекам и продажи нету как-то получилось но мы подняли там все вопросы в том числе и работы во время войны со всеми конфессиями и работали со всеми конфессиями прежде чем заложить это в этот труд и я скажу что сегодня совсем недалеком будущем когда я был команд я дважды командовал объединенной группировкой войск на северном Кавказе это тяжелейшее эпопея была в истории нашего государства и в моей личной истории почему потому что там не просто был вооруженный конфликт а там борьба была еще конфессии внутренних конфликт угол и вот когда некоторые даже не понимали почему например Ахмад Хаджи назначили исполняющим обязанности руководителем республики многие я встречался и с военными и с государственными они не понимали почему он назначил а ведь Владимир Владимирович Путин четко понимал о том что в военных действиях мы победим но надо будет победить в умах населения убрать тот ваххабизм который туда проник проник в Чечню проник в Дагестан проник в Ингушетию и другие республики на Северном Кавказе и главной его задачей была именно борьба с ваххабизмом и я скажу что он практически справился с этой задачей вот и мы сегодня видим о том что там уже таких идей уже нет и это вот благодаря тому что он делал он тоже заканчивал Мадресе духовную семинарию и я много раз встречался с ним и я скажу лучшего проповедника ислама на Северном и сильнее его на Северном Кавказе не было и в Средней Азии и к его голосу всегда везде прислушивались все в том числе и Азербайджан я вот был на многих мероприятиях вместе с и со старейшими и это вот нам нужно сегодня работать в этом отношении и ваша книга является вот этим подспорьем для и работы религиозных деятелей и для работы государственным и военным деятелям различных ранг почему потому что не зная всего вот этого не зная религии не зная обычай правил нельзя с ними работать и вот мне хотелось бы сказать большое спасибо вам за то что вы сделали вот эту работу это громаднейшая работа вот и конечно нам надо продолжать в этом отношении работа делать потому что многие фигуры и в нашей дипломатии остались еще не раскрыты и в военном деле тоже не раскрыты остались и они работали тоже по вопросам межнациональных отношений далеко ходить не будем тот же фронт мало кто знает как он работал в Куртистане на что опирался и так далее у нас только говорят о том что да расстреливали там казни и все остальное но мало кто знает что еще была другая работа поэтому мне хотелось бы сказать вам большое спасибо и дальнейшего работы в этом направлении где надо мы всегда готовы через год соберемся вторая не будет с огромным удовольствием хочу предоставить слово чрезвычайно полномочным послу руководителю ассоциации российских дипломатов Халимса Игорь Васильевич под нас спасибо большое во первую благодарность представительству что такую интересную презентацию такого труда это ваша постоянная инициатива в таком плане что касается книги это действительно колоссальный труд такой вклад в нашу дипломатическую духовную историю это огромная заслуга благодарность колену Борисовичу потому что вот на таких исследованиях действительно воспитывается и молодое поколение и сами мы тоже занимаемся другими регионами почерпнем очень много полезного ну а собственно российские отношения Саудовской Аравии это были такими искаживыми учитывая роль Саудовской Аравии в исламском мире так быстро просмотрел книгу это действительно колоссальный фактический материал так что само по себе название описание творческого человеческого подвига Кирилл Хакимова это действительно великое дело так что Ассоциация России Филиппу нас желаем желаем также новых дальнейших исследований спасибо спасибо большое слово хочется предоставить Фаред Абулычу кандидату в филогис наук исламовед арабист Садорин Фаред Абулыч прежде всего надо сказать что в источнике Востоковеде как уже сейчас было отмечено прошла презентация она вызвала большой интерес и арабистов и исламоведов была дискуссия которая продолжалась потом и в куларах действительно сама фигура Карима Хакимова она никого не оставляет быть равнодушным потому что правильно Олег Борисович отметил его жизненный путь его дипломатическая карьера она в ней угадываются многие явления с которыми мы сталкиваемся сегодня в повседневной жизни в отношении с арабовым с романским миром и мы уже успели с Олегом Борисовичем переговорить действительно в его жизни очень много детективных вещей которые я не знаю могли бы послужить основой для какого-то я не знаю для художественной билетристики но разделяя общую оценку которая здесь уже прозвучала я бы хотел обратить внимание на следующее что безусловно роль дипломатов мусульман она мне кажется неоценима в том плане что вот и до Карима Хакимова был такой еще это царское время был Ибрагимов который по сути дела ну и начал вот эту так сказать эпопею взаимоотношений с арабом с романским миром я знаю я поэтому обращаю на это внимание но повзращаясь к нашему времени я хочу сказать что и нынешняя генерация мусульман дипломатов да вот здесь задним столом сидят и Фарид Мубаракшич и Анбарбек и посол Холов да это все так сказать люди Козамат 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 ну я его просто не знаю ну не важно ну здесь я говорю здесь можно продолжить долго но я бы на что хотел обратить внимание но мы конечно же должны помнить и о таких наших современниках как Мергояз Ширинский Тимур Юрьевич Акулов который ушел два года назад это люди патриоты и своей малой родины но это патриоты нашего наденционального отечества каждый из них и и Мергояза и Тимура я знал очень хорошо лично и дружил и с тем и с другим конечно ваша книга она открывает и вот эту страницу да роли дипломатов мусульман в развитии и упрощении международных отношений с арабо-мусульманским миром поздравляю с хорошей книгой спасибо да я уже успел переговорить с научным руководителем института он тоже в общем высоко оценивает ваш труд спасибо спасибо к сожалению отсутствие таких книг биографии мы фактически многих наших героев не знаем вот мы здесь автор фильма как раз мы сняли фильм сейчас про Ахмерова Исаак Хаддулча это величайший разведчик нелегал в Америке перед войной возглавлял нелегальную разведку вчера дочь нам привезла его одежду но восстанавливается история костюмы он работал эти костюмы в Америке его верхняя одежда его шляпа в знаменитых фильмах американских фильмах поэтому надо по крупицам будем собирать потому что такие герои нормальные или в семьях Хамзинах посезоргов в Японии 15 лет работали без провала это вообще супер поэтому я уже обращаюсь ко всем если где-то зацепили какую-то фамилию наших соплеменников пожалуйста их надо вытаскивать 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 побольше фамилии побольше информации вот только про Ахмерова нам открыли его сразу в Казани улице появилась разведчик Ахмерова сразу меморайонную доску поставили сразу фильмы сняли сейчас вот музей целый уголок в Татарстане музей там целый уголок его одерживают рассекретили ряд документов мы уже человек узнает действительно память Махмата Ахмедович в прошлом году в октябре месяц вот здесь офицер школу проводили наш величайший генерал армии он сказал ребята мы вот уйдем передайте молодежи поколениям не давайте переписать историю его наставление поэтому касаются и эти герои и другие герои поэтому я уверен что фильмы еще у нас появятся и дальше мы будем работать уважаемые коллеги ну кто хочет сейчас выступить потому что потом много вопросов я думаю будет автору или если хочет кто-то выступить пожалуйста пожалуйста династия Аганиных Ибрагим Хатимш Аганин молодой парень 19 лет немецкий в форме на территории Крыма воевал всех предателей Родины и до смерти он участник двух тысяч судебных свидетельных дел когда он являлся свидетелем именно против предателей вот династия продолжение арабист дипломат пожалуйста не перехвалят у нас вообще получается в этом году 70 лет еще Аганиных в МИДе только без развлечий вы знаете что хотел сказать я присутствовал в институте постаковедения там мне значительно промолчал больше молчать не могу хотел сказать вот что книжка книга посла арабиста Льва Рисовича о Хакимове дает тему поговорить о Хакимове дает хорошую тему поговорить о Вале Горисовиче дает хорошую тему поговорить о нашей истории о героях и так далее а я хотел бы вот о чем сказать сам феномен того что действующий дипломат написал очень значительный труд с использованием документов с использованием информации от родственников результат как будто ни было труд на вы видите он у вас у всех в руках на многие многие страницы дело в том что дипломаты мидовцы работающие за границей имеют вот эту привилегию общаться с во первых нашими контрапартнерами в принципе имеют возможность заглянуть в архивы при желании вряд ли откажут получают информацию из других источников но сколько сколько дипломатов пишет книги у меня много в сенсации 50-60 человек я считаю что из 400 мид насколько мы знаем как бы в отдельно взятый в отдельно взятый момент мгновение мид это порядка 5000 человек одни только послов у нас больше 150 мы сейчас я о чем хочу сказать я считаю что самое великое дело надо поощрять дипломатов чтобы они не только занимались непосредственной дипломатической работой но и занимались исследовательской работой сегодня я просто обращаюсь в мидовцев сегодня здесь много я обращаюсь к старшему поколению к нашему поколению написание справок написание время которое уходит это одно написание фонтезентальных трудов которые потом остаются и являются основой для вообще для информации которая гуляет сегодня интернет как основной источник информации она туда попадает закачивается зачастую анонимно зачастую непонятно откуда взято но при этом при этом также она туда попадает со ссылками на хорошие источники на книге то есть 2-3-4-5 абзацев по теме со ссылкой откуда взято вот надо чтобы вот этого откуда взято было больше во-первых я через свое эмоциональное выступление хочу посчитать Олег Борисович к тому чтобы он не останавливался потому что если уж нашелся если уж нашелся песучий мидовец то надо дело это продолжать вы уж пожалуйста тем более что через год еще раз кореначики поесть на презентации я не тороплю но я подошу к тому что мероприятие будет интересное и красивое а для этого нужен хороший повод а ассоциации то есть действующим дипломатам писать очень хотелось бы чтобы писали много писали интересно потому что все это так или иначе будет ложиться возьмем по аналогии вот лоренс другие фигуры все что сегодня про них можно найти оно основывается на этих книгах а люди берут небольшими пусками выбрасывают тематически в интернет но тем не менее эта информация проистекает не с потолка а берется вот из этих материалов из материалов должно быть много и мы должны приложить я считаю усилия для того чтобы кстати по-моему это хорошая традиция посол в Саудовской Аравии в принципе пишет книги если человек поехал в Саудовской Аравии он пишет книги что-то я знаю про вас я знаю про других послов именно в этой точке что-то там тоже навевает это тоже это тоже очень важно и интересно Игорь Васильевич мы вот может быть с министром не ведем таких разговоров задушевных да но чтобы как-то поощряли наших дипломатов прежде всего за границей собирать материалы ходить в архивы но не шифт или грамм не надо разделять я прошу потом понимаете ведь у людей есть свободная древность почему-то всем кажется вот мы тут что если дипломат написал книгу и конечно он вообще не работал а только сидел и книгу писал на самом деле человек дипломат который пишет книгу это именно тот характер человека который считает что надо работать больше надо и это делать и это делать а если он еще и спортом занимается и можно писать на досуге но говоря о о книгах и заканчивая сегодня в отличие от советских времен когда все-таки было финансирование для того чтобы по миру ездили еще эксперты из рановских институтов из нерановских институтов сейчас этого стало сильно меньше сегодня такое вот серьезное экспертно-аналитическое присутствие нас за границей оно именно в посольствах и тут речь даже не только про пословки а всех дипломатов они видят больше они имеют эту возможность они живут годами они могут всегда составить представление о том что происходит и куда все идет и как-то вот это вот изложить и в сегодняшнем дне и с возвращением в прошлое и с прогнозами в будущее поэтому пользуясь этой возможностью просто просил бы вас при возможности разговор с министром как-то вот подводить к тому что в принципе дипломаты пишущие книги достойны всяческого поощрения вот как-то подводить их к тому что это дело нужное дело государственное поскольку книга это слово информация спасибо извините спасибо я думаю сейчас вопросы надо задавать потому что у нас много будет общения внизу поэтому живое общение продолжать Андрей Глебович наверное по шару несколько слов я скажу вы знаете книжки очень поучительные в частности чем большинство даже таких хороших автор маститов они они в книжке старались написать все что узнали тема им дорога и вот он взял и описал все что выяснил он написал вот Олег Борисович как действующий дипломат написал совершенно в другом рациональном ключе книжки она поэтому такая достаточно небольшая две страны с небольшим здесь написано то что как действующий дипломат как человек который работает с этими людьми считает необходимым знать о жизни о деятельности о достижениях какими и с этим связана другая очень положительная черта книжки здесь раскрывается секрет успеха у многих ведь политика может быть разной важно чтобы она была успешной вот как сделать так чтобы почему один успешный дипломат а другой нет один политик успешный а другой нет в чем различие различие в умении книжка дает очень наглядное такое представление в чем умение было как ему это такая загадка и разгадка здесь во многом содержится это очень важная такая вещь еще хотел сказать что гражданцами с книжкой и сейчас и в то время для нас по прежнему является сложной проблемой вот соотношения мы не раз на эту тему говорили книжка рождалась на моих глазах вот соотношение человек сам ощущает себя членом общества гражданином страны большой с другой стороны он себя может ощущать членом определенной этнической группы или там профессиональной группы вот в книжке дается очень хорошее реалистичное такое с большим заделом на будущее рассуждение какое должно быть гармоничное такое сочетание гражданственности человека принадлежности к определенной этнической группе гордость за эту группу определенной профессиональной это очень сложная проблема и я хотел бы сказать что Алик Борис сейчас руководство страны получило подготовку в 22 году проведение такого крупного мероприятия Россия страны Африки это уже второй раз под руководством делается но я хотел бы сказать что это было сентября прошлого года будет теперь в 22 году Олег Борис самый главный на этом направлении я хотел бы сказать что книжка дает возможность подготовиться к другому такому же крупному мероприятию в 22 году эта встреча поедем в Москве будет глав государств по проблематике этнокофессиональных взаимоотношений гармонии отношений в прошлую пятницу было организованное такое заседание вот те кто непосредственно будет этим делами заниматься я думаю что это тоже вклад ее по работе на этом направлении где мы окажемся в увязке такой интеллектуальной с руководством стран мира для решения вот этого вопроса отношения гражданственности и поручивающей я хочу поздравить Олега Борисовича хочу поздравить всех нас с изданием этой книги и конечно выразить надежду уверенность что дальше пойдет работа такая же успешная и такая же важная для всех нас спасибо я скажу буквально несколько слов сегодня посредством Татарстана происходит весьма знаменательные события которые выходят далеко за пределы собственно внешней политики нашей страны нас создаем не только книгу посла опосле не знаю осознавал или нет сам Карим Хакимов свое правоприемство по отношению к предыдущим векам служение его предков нашему российскому государству со времен московского царства 16-17-18-19-х веках когда российские московские послы татарского происхождения работали не только в южном мусульманском направлении во всех направлениях куда расширялась российская держава везде мы читая архивные документы истории слышим и видим о служивых татарах это был подвиг татарского народа который беззаветно верой и правдой служил своей родине в течение стекших 500 столетий и в тот период когда советская Россия еще не осознала свое правоприемство по отношению к царской России в этом направлении великое счастье произошло в лице посла Хакимова что он именно в главной мусульманской арабской стране того времени оказался и заложил основу успешной политики Советского Союза в тот исторический период и которая продолжилась и дальше так получалось что тюрка татары тогда царской России так обозначали все народы которые имели не только этническую близость но и по вероисповеданию и не только тюрков татарами именно тюрко-татарский фактор сыграл успешную роль расширение Москвы и превращение ее в российское государство превращение ее империю а последующим в Советский Союз и вот этот фактор современной России необходимо особенно четко ясно прослеживать и подчеркивать вот такого рода презентации они должны быть не только собственно в профессиональном кругу а для более широкого круга нашей российской общественности особенно для нашей молодежи если взять к примеру деятельность тюрко-татарских послов они ведь работали в то время не только в исламском управлении простые казалось бы торговцы из старой карги когда и Шаренбурга не было и в Европе искали пути через океан Индию а для них это было обычное дело ходить в Индию через Среднюю Азию Китай и так далее и вот для современных молодых дипломатов татарского происхождения нужно работать во всех направлениях и в буддийском мире и в азиатском и в китайском и в монгольском направлении потому что татары генетически были не только воинами но и они были дипломатами еще до 13 века до появления мировой евразийской державы Чингисхана мы можем говорить и это еще пока мало сознается гунно-болгарский период именно там также работали предки татар период существования двух римов они еще не назвались татарами но они были это были ваши предки и мы с вами это нужно четко осознавать являемся потомками правоприемники и современное состояние тюрков России тоже требует более четкого понимания потому что наш потенциал тюркских народов России если взять тюрка татар России это огромный фактор который еще не в полной мере используется особенно в советский период использовался недостаточно где-то это было на периферии интересов внешней политики а сегодня это востребовано в полной мере потому что есть кадры есть молодежь есть энергия и есть самое главное вот эти дипломатические генетические данные народа это надо спасибо вам большое дурнахмат Башар Алинин ну потому что каждый из нас обещает что будет говорить очень коротко я этого не обещаю потому что я в пациенте в 71-м а вы уже чувствуете запах перемечей подгорает подгорает уже все всего в том что я с 95-го года быть куратором отношений нашей министерской иностранной дни Саузовской Аравии ну и еще с некоторыми странами залива и я знаю очень много кадров наших дипломатов которые работали на Рамск в Москве если раньше до распада Советского Союза основную нагрузку ввесли на себе представители Средней Азии то после того как началось становление Российской Федерации основное нагрузку несут кадры из Татарстана или татарского француза поскольку я знаю очень много татар которые работают я персонально не называю никого но того человека которого упомянули здесь я бы тоже хотелось упомянуть это Миргоя Ширинский с которым меня с самого начала связывали самые близкие дружеские отношения и вот те из вас кто смотрит передачи центрального телевидения наверное скучает по тем передачам которые навел по истории дипломатии ничего подобного я как арабист никогда по нашему телевидению не слышал и вот недавно начали повторить передачи это же очень важно я признателен тем кто добился повтора этой программы это первое второе кому кто работает на арабском востоке надо очень хорошо знать племенную этническую структуру этих обществ в этом смысле Айдар начал хорошую работу он осветил своей монографией племена Ачимитского троллей вот если бы он это сделал и по Ираку он наверное бы оказал огромную помощь нашей стране почему потому что мой аддакаши работав в Афганистане написал диссертацию по племенной структуре Афганистана и он говорил о том что чего мы лезем в Афганистан не стоит этого делать он работал международным отделом его оттуда убрали послали к посольству его оттуда тоже убрали слишком умный и в итоге мы снова вернулись к необходимости изучения этнического племенного состава всех этих регионов а в Ираке одна организация с генеральным секретарем которой я лечил ружу генеральный секретарь племен всего Ирака 16 тысяч племен может быть не племен а кланы но все равно это же надо не изучать и я очень признателен Олегу Борисовичу вот я немножко знал что диапазон его значительно шире чем то что он реализовал в этой работе то что два года тому назад когда было совещание послов вы подготовили материал для совещания но вы охватили я ожидал что хотя будет по ближнему востоку а вы написали о глобальных проблемах но написали очень хорошо поэтому потенциал вас несомненно шире но то что вы взяли вот эту именно тему раскрыли например я вам признателен лично почему я веду занятия в дипломатической академии веду занятия в других заведения я по крупицам должен был собирать материал об истории советско-арабских отношений и вы мне даете в руки богатую иллюстрированную монографию и я вам лично признателен для этого я знаю что наши послужства в русской районе не сидели за стенами посольства потому что я могу вам сказать когда работал в Египте то один из наших товарищей сказал ну не ша не наше дело мы здесь в чужом краю я говорю это вы в чужом краю потому что если даже в Египте каждый день посвятить одному историческому объекту то только в одном Каире не обойдешь даже за 365 дней если сидеть за крепостной стеной то есть за стенами посольства и маршрут это жилдом работа море то конечно то конечно ничего полезного здесь не будет поэтому те дипломаты которые не только работают причем работают устанавливая личные контакты а огромная заслуга Керима Хакимова заключается в том что благодаря прекрасному знанию арабского языка он знал правда и другие восточные языки но в данном случае арабского языка зная обычаи традиции зная мусульманские обряды он давал пример того как надо быть мусульманином правоверным настоящим я ведь даже в арабских странах откровенно говорил в последнее время но это не во времена Хакимова что я здесь даже мусульман практически не вижу вас что это за мусульманин который ходит молиться только один раз в пятницу пятницу на пятницу молитву а все остальные дни пятикратную молитву не соблюдать если в своей жизни они никогда не руководствуются никакими мусульманскими обрядами и идеями то есть это очень важно поэтому я лучше на этом закончу скажем потому что говорить я могу в бесконечном хорошо спасибо пожалуйста вопросы автору у нас будет внизу там более тоже комфортная обстановка здесь много было сказано о Олеге Борисовиче и о книге которую он написал я вам могу сказать что из 146 послов 12 постпредов и 88 генконсулов это был самый как вам сказать беспокойный посол который работал с нами почему потому что при звонке Олега Борисовича меня выкидывало из кресла я начинал задумываться но я хочу задать ему вопрос а как вам удалось добиться экономических преференций для Российской Федерации когда вы там работали об этом не было сказано никем я просто освещаю ту сторону темную может когда-нибудь напишите когда будете уже не для этого ответ надо я вот здесь Владимир Александрович как директор департамента кадров в прошлом Министерстве иностранных дел он так сказать прекрасно знает что действительно хозяйство было у меня беспокойное и беспокоил я Москву неоднократно но видит Бог и Аллах свидетель не зря беспокоил потому что все-таки нам удалось в значительной степени восстановить все-таки уровень отношений с Саузовской Аравией очень много было сделано я хочу сказать я не на пустое место пришел и кроме Карима Хакимова наши предыдущие пять послов они хорошо там поработали начиная Геннадий Павлович Тарасов который тоже был на предыдущей презентации они заложили основу и оживили память о наших саудовских коллег и друзей иногда даже без кавычек возродили очень многое из того что хорошего было у наших отношений и здесь я согласен с тем что вот когда я писал книгу там же многие вещи которые Карим Хакимов делал если вы их правильно делаете то у вас результат правильный а это правильно говорится выстраивание личных отношений с руководством страны и на мой взгляд это должно быть всегда одним из критериев успешности посла а может он выстроить личные отношения он может прийти в канцелярию президента короля он может поговорить с министрами тогда когда он хочет это показатель уровня отношений и как мне представляется вот этот фактор наличие доверительных отношений с руководством страны он позволяет решать и много общегосударственных задач потому что когда вам доверяют вы можете выстраивать некую линию отношений а если на вас смотрят через стекло или хуже через прицел то так тоже бывает и мы знаем у нас даже вот пожалуйста сейчас сколько было случаев мы знаем прискорбные случаи с нашим послом коровым это к вопросу риски для жизни дипломата но если ваши партнеры видят вас человека который искренне заинтересован в развитии отношений если они видят человека который с ними ведет себя по партнерски не свысока невысокомерно и вот не буду опять называть но буквально недавно пришли к нам одни гости из одной страны и они сказали вы знаете почему мы ценим отношения с Россией потому что вы выстраиваете с нами равноправные отношения а остальные очень многие говорят свысока патерналисты покровительственны и нам это не нравится нам нравится когда в нас видят людей я думаю что вот через это отношение выстраивание и через понимание и выражение своего отношения и понимание значимости партнера с которым мы делаем это и путь дипломатии путь дипломатии это путь от человеческих и межгосударственных отношений и иногда непонятно где кончаются одни и начинаются другие собственно моя книжка она тоже как раз и об этом и наверное это одна из один из важных выводов и для меня тоже когда мы выстраивали нефтяную сделку с Саудами которая принесла в России 40 миллиардов долларов бюджет нашей казны казне и мы видим как тяжело бывает когда должного политико-дипломатического сопровождения нет поэтому я хочу еще раз сказать о значимости дипломатии мы дипломатию не чувствуем как воздух потому что это вот оно есть великая дипломатия в России вот она есть мы почувствуем когда этого не будет недоима вот тогда мы почувствуем это когда этой дипломатии не хватает в хорошем смысле дипломатии не в смысле лицемерия фарисейства и улыбок а в смысле выстраивания доверительных таких отношений настоящего партнерства а иногда и дружбы без этого я думаю что будущего не будет и преимущество России как раз состоит в том что у нас есть эта возможность и это качество особенно с Востоком выстраивать такие отношения почему потому что вот этот восточный компонент у нас он хорошо присутствует и те люди вот мы вспоминали сегодня раз Миргаяс Миргаяс Шишлинского я тоже его помню он был мой товарищ и мы много чего делали вместе в этой жизни в том числе и фильмы и в том числе о православии о православии и Миргаяс очень хорошо понимал роль православия в жизни России и работал на стыке вот этого исламского и православного фактора я думаю что вот этот вот это то обстоятельство что у нас и татарский вот этот и башкирский компонент в целом восточный он присутствует люди этого так сказать вот эти этнической культурной принадлежности они замечательно работают на Востоке начиная с Карима Хакимова и продолжая и дальше с Ибрагимова и с других потому что у них есть то что Запад называет фернг они чувствуют собеседник они его понимают а собеседник его понимает в этом смысле мне было сложнее но поскольку я все-таки всю жизнь окружении я тоже думаю что проникся этим духом и понимать и любовью к Востоку я думаю что один из главных факторов успеха это приехал в страну полюбить ее несмотря ни на что несмотря на то что многие говорят ну что ну вот с ними как можно можно если вы в них увидите людей если вы поймете их культуру их религию увидите в них достойных собеседников и наследников великой исламской цивилизации спасибо можно по книге вопрос господин посол если подводите я хотел просто высказать предложение может быть рассмотреть в рамках группы субъекта и субъекта идея о том чтобы снять фильм посвященный Акимову почему потому что это целая эпоха истории между сегодняшней Россией Саудовской Аравии крупнейших государств Движнего Востока с которым у нас активно развиваются отношения и где будет проходить следующее заседание группы стратегического видео почему так скажем не запечатлеть вот эти все моменты в истории чтобы молодежь о которой говорил и все так скажем люди независимо от того где они проживают в России на Дальнем Востоке или на Севере чтобы они могли ознакомиться с нашей историей и с нашей так скажем памяти как идея я не знаю скажем я в группе аналитической вместе с Северов это я предлагаю так рассмотреть возможное действие можно маленькую справку спасибо очень важные важные слова сказаны были по этому поводу я поддерживаю полностью дело в том что сейчас фильм снимается документальный фильм в том числе с привлечением моей книги он снимается башкирскими кинодокументалистами это будет такой игровой полу полу документальный фильм где я выступаю в качестве консультанта от Министерства иностранных дел по поручению руководства подчеркну поручению и но я считаю и абсолютно согласен что нужно снимать художественный фильм вот такой настоящий художественный фильм который именно в сердце зайдет и где они увидят героя настоящего героя а он и по книге и по жизни спасибо 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 Субтитры создавал DimaTorzok